Рад приветствовать тебя путник сегодняшняя история называется он слушал соседские дома автор истории пучок перцепций приятного прослушивания вспомнил тут один случай конечно не случайно но теперь себе толком не могу найти место всему виной стало возвращение в родной город где не был можно сказать 12 лет ровно оттуда я еще в десятом году уехал на учебу в столицу а позже там пустил корни моей мать с отцом пожили там еще несколько лет после того как я закончил учебу и вскоре также переехали в другой город квартиру не продали сдавали через мамину сестру теперь родители надумали ее продавать сами за это время они успели перебраться за границу а я единственный кто может этим заняться взяв отпуск на работе я приехал к себе на малую родину где как уже говорил ранее не был 12 лет оставлю все что имеет отношение к продаже квартиры за скобками а сам перейду к тому что заставило сесть и начать писать все это когда я только приехал в свой родной город у меня были смешанные чувства с одной стороны меня с ним уже абсолютно ничего не связывало а с другой тут и там проскакивали маленькие бреши в которых я видел ориентиры на давно утраченные тропы в недра памяти где тоились теплые но порой довольно грустные эпизоды моей жизни с одного такого грустного эпизода пожалуй и начну моё детство пришлось на конец 90-х начала нулевых сам по себе я не был каким-то выдающимся ребенком был как все таких как я было еще два десятка детворы со всего моего дома наш городок славился своей промышленностью тянул к себе молодые семьи у нас был довольно уютный район с хорошими соседями и негласно приняты между всеми чувством приобщенности к чему-то значительному наверное прежде всего это выражалось в человечности помню для меня тогда было чем-то естественным сидеть у соседей дома пока мама была на работе позже она оставляла у них ключи чтобы придя со школы я мог попасть домой все наши соседи были довольно хорошими людьми и не только в моем доме моя зона комфорта и то что я мог для себя называть мой район уходила далеко за границы нашего квартала поэтому в детстве я гулял не только в своем условном дворе в одну из моих детских прогулок в другой двор я и увидел впервые горбушку звали его на самом деле игорь но малышня повсеместно называла его горбушкой это был такой местный безобидный сумасшедший полноватый дядька возрастом за 40 может 50 лет он жил на пять домов ниже от моего во дворе где никогда не было солнца жил с мамой всегда куда-то спешил а в редкие дни когда он не был занят целый день просто ходил кругами вокруг своего дома когда мы его видели то здоровались с ним называя по имени в десять лет это почему-то казалось забавным и крутым но он всегда здоровался в ответ местные также относились к нему состраданием и теплотой он не был больным в нехорошем или фатальном смысле мне кажется у него были какие-то задержки в развитии быть может травмы головы в детстве из явного что я запомнил у него была сильно искаженная речь он как бы не говорил слова а выдыхал их вместо слова привет он говорил ты это вместо как дела отела ну и так далее его можно было понимать но разговаривая с ним было невозможно догадаться к чему идет разговор было сложно разобрать спрашивают он в разговоре или утверждает обращается к тебе или к другому человеку он всегда смотрел куда-то вбок к слову у него даже было свое простое бесхитростное чувство юмора живя на свою инвалидную пенсию горбушка умудрялся постоянно покупать какие-то вкусности местным бездомным котам что жили возле районной котельной в тупичке гаражей находил где-то картонные коробки пихал туда старые шмотки сверху неумело мастерил клеенку рубероид мы даже когда-то помогали ему в этом несли всякий найденный хлам к месту где горбушка строил котам жилище на этом мои детские воспоминания прыгают уже на несколько лет вперед к одному странному и немного пугающему эпизоду с которого можно сказать все и началось не могу точно вспомнить что это был за год помню лишь что был наказан по какому-то пустяку ни компьютера ни телевизора никакой улицы пока все мои друзья гуляли я сидел дома и умирал от скуки даже если это была неделя запрета на прогулки для меня она превращалась в целую вечность и чтоб хоть как-то себя занять я мог часами смотреть в окно в надежде увидеть хоть какого-то знакомого пробегающего по двору от этого становилось как-то легче и появлялась надежда что раздобревшие чудесным образом родители внезапно отпустят меня гулять в честь моей маленькой радости с такими мыслями я и нес свою пристальную вахту обычно ничего особенного не происходило как назло друзья в те дни куда-то испарялись и видел я лишь медленно прогуливающихся бабок со двора в остальное время вид из моего окна был словно на паузе в такие моменты мне становилось как-то особо по детскому тяжко я буквально молил бога о том чтобы хоть что-то случилось и оно случилось только не то что я себе представлял или желал сам того не ведая случилось то что повергло меня в очень странное можно даже сказать первое странное состояние в моей короткой на тот момент жизни когда в очередной раз я уперся подбородком на сложенные руки и приготовился к тому что сейчас ничего не произойдет как не происходило и полчаса назад как ничего не будет и весь следующий час и час последующий за ним вместо всего этого из-за угла соседнего дома вышел горбушка тот дом был расположен как-то нетипично для нашего района и был словно немного вкопан в землю находился в своеобразной низине горбушка быстро вышел из-за поворота дошел до угла где были подъезды посмотрел туда затем развернулся глянул назад и прислонился ухом к дому он стоял так буквально десять секунд после чего таким же быстрым шагом пошел к другому дому там он проделал примерно то же самое также осмотрелся увидел что за ним никто не наблюдает и вновь прислонился ухом к дому затем он пошел к третьему последнему видимому с моего окна соседскому дому вновь осмотрелся и приложился ухом только там он стоял почти минуту пока проходящие мимо две женщины не спугнули его признаюсь весь последующий день до вечера я был сильно озадачен мой детский мозг сформулировал все возможные вопросы ответить ни на один из которых я тогда так и не смог помню даже приложился ухом к стене в своей комнате и думал что же он там такого услышал на следующий день я вновь с самого утра засел окна и стал смотреть ожидая увидеть уже не своих друзей а вечно торопящегося горбушку до обеда как обычно не происходило ничего а затем я увидел все также быстро несущегося горбушку как и вчера он вышел из-за угла прикопанного дома бегло смотрелся по сторонам затем что-то достал из кармана быстро поводив этим по стене он принялся идти в сторону следующего дома там тоже самое только уже чуть дольше словно он старательно что-то писал когда он подобрался к последнему дому и стал что-то писать уже там и воспугнул вышедший из подъезда мужик мне казалось что он как вчера просто уйдет но вернувшись через час он доделал начатое после чего ушел уже окончательно и в тот день я его уже больше не видел мое наказание длилось еще несколько дней за это время он больше не приходил все эти бесконечные дни я с нетерпением хотел скорее пойти к тем местам где он что-то написал и узнать уже что же это было когда с меня наконец сняли наказание я со всех ног побежал к соседским домам и стал судорожно искать те надписи глядел во все стороны но их так и не увидел пересмотрел каждый кирпич на стене и уже отчаявшись собрался уходить пока не увидел очень слабо виднеющиеся маленькая нарисованная мелом солнышко такой простой кружочек и немного растяпистые выгнутые лучики на следующем доме после длительных поисков я обнаружил нарисованный мелком очень затертый примитивный цветочек последний дом едва различимая улыбка и два глаза все эти рисунки были очень маленькими умещались в области одного кирпичика на стене увиденное меня сильно разочаровала я ждал увидеть там какие-то шпионские шифры или хотя бы намеки на взрослые сложные тайны но вместо них было все это помню в досадных чувствах пошел рассказал все случившееся кому-то из дворовых друзей после чего вместо ожидаемых смешков встретил у них какой-то неестественный интерес к оставляемым горбушкой рисунком один пацанчик с моего района стал обходить наш дом под стенкой и пристально всматриваться в каждый кирпичик на стене дойдя до угла дома он радостно закричал мы подбежали к нему и разглядели на стене небольшую елочку такая находка вызвала азарт у всех пацанов с моего двора и весь остаток дня мы обходили все дома в нашем районе в поиске рисунков на них за тот день помимо виденных мною с утра мы нашли еще примерно 10 разных знаков вот что мне удалось вспомнить звезда рыбка луна яблоко конфета мяч кот монетка зонтик и последним был знак плюс как оптичный крест после этого про знаки пошла молва среди все местные детворы какое-то время горбушкины метки никто не трогал а затем рядом с ними стали появляться всякие приколы в основном там были маты иногда какие-то корявые голые люди и такие же половые органы но приколистам из-за отсутствия какой-либо реакции подобное быстро надоело а горбушкины знаки продолжали появляться постоянно зато лето я видел его еще один или два раза слушающим соседние дома всегда днем после чего он куда-то сразу уносился где-то за неделю до сентября после очередной моей истории один мой друг предложил мне проследить за ним это звучало настолько невероятно и заманчиво что я тут же согласился последующие три дня мы каждое утро собирались на лавочке около моего дома и ждали смотря на те дома которые он обычно слушал и на третий день нам повезло сидя у меня во дворе мы увидели как горбушка быстро вынырнул из-за угла и осмотрелся тогда мы встали и стараясь не бежать пошли в его сторону как только он переключился на следующий дом мы ускорились и уже были у первого дома зайдя к нему за спину мы уже полностью контролировали нашу слежку он дорисовал знак на втором доме пошел к третьему но мы скрылись за углом второго дома быстро оставив метку на третьем доме он стал идти к еще другим домам нашего квартала тех что я уже не мог видеть смотря из своего окна там он также по очереди поставил метки на каждом доме а мы все двигались за ним закончив с ними он быстро перешел дорогу и нырнул во двор соседнего квартала еле успев за ним мы забежали туда и вновь затаились за углом еще три дома снова быстрая перебежка через дорогу так продолжался час быть может больше мы шли за ним он метил дома снова ускорялся и опять метил очередные дома и вот когда мы уже отошли прилично от нашего дома и попали в дворы где никогда не были горбушка пошел не к другим жилым домам а наоборот в сторону поросшего зарослями полу разрушенного дома стоящего в центре квартала по валяющимся кирпичам он медленно и аккуратно прошел в центр разрушенного здания после чего мы потеряли его из виду мой приятель без раздумий последовал за горбушкой спотыкаясь о валяющейся гору кирпичей а я немного растерялся здание выглядело темным и зловещим от него исходила сырость и холод неуверенно шагая по кучам строительного мусора я следовал за своим другом и не сразу понял как мы начали спускаться в подвал после очень яркой улице темнота в подвале была ослепительно непроглядной в подвале был слышен голос горбушки как он что-то усердно рассказывает на него и двигался мой приятель я же шел на слабо видимое движение силуэта спереди когда мои глаза только стали привыкать к темноте мой идущий на цыпочках впереди друг резко замер он первый увидел горбушку как тот стоял вдали и усиленно махал руками будто что-то объясняя затем чуть присев это увидел и я как горбушка стоял напротив и два освещенного свечами выложенного из кирпичей и мусора подобие алтаря и с кем-то говорил мы стали слушать его рассказ и происходящее становилось все страннее у него болела абака а рисовать ей ярдечко хорошо спасибо у тебя один асисты очень отмириться уху и олнышко дима шоу слушай маму дать ему ответ ему а шо а шо и асиба я начал понимать что он рассказывает то что он каким-то образом слышал прикладываясь ухом к дому и тот кому он это рассказывает одобряет услышанное сердечки солнышки конфеты все эти знаки что он рисовал но кому он это говорил с этими мыслями стал все больше высовываться из-за угла мой сидящий впереди друг пытался держать меня рукой сдается мне он уже тогда успел разглядеть что-то неправильное что-то испугавшая его то что я успел увидеть лишь краем глаза лишь малый кусок того что удалось разглядеть моему товарищу как из медленно движущегося силуэта что-то сыпалось это все что я запомнил под моими ногами предательски лопнул кусочек маленькой шиферинки отчего и так неспокойный горбушка обернулся в нашу сторону он все так же обращаясь кому-то возле себя проговорил нет а и хорошие не только их я так и не увидел с кем говорил горбушка мы кинулись нелепо бежать из подвала постоянно спотыкаясь о груду кирпичей бежавший впереди меня друг при очередной попытке сохранить равновесие попытался ухватиться за стену и улетел в груду бетонных обломков вместе со своей вытянутой рукой не прошло и секунды как он начал реветь над ухом появилось красное пятно которое тут же начало увеличиваться на глазах будучи сильно напуганным я пытался успокоить его говорил что-то подбадривающее остаток пути он плакал пока мы не дошли до нашего двора где и разошлись по домам о том что мы лазали на местной заброшки каким-то невероятным образом успели прознать все в нашем дворе включая моих родителей меня снова наказали а мой приятель лежал дома с сотрясением и шел на поправку через пару дней когда родители были на работе я позвонил ему трубку подняла его мать узнав что это я она не хотя позвала его к телефону словно случившееся было только моей виной когда он подошел к трубке я поинтересовался как он на что услышал абсолютно бодрое нормально на мой вопрос кого он там увидел я услышал растерянное где говоря с ним по телефону меня не покидало ощущение что все это время рядом с ним стоит его мама и слушает наш разговор поэтому чтоб она не узнала что было в тот день я пожелал ему выздоравливать и попрощался закончилась последняя неделя каникул мы вновь пошли в школу я наконец смог увидеть моего приятеля на одной из перемен я подошел к нему и стал спрашивать про тот день он также не понимал что я имею ввиду когда мы говорили по телефону мне казалось что он боится своей мамой наказания но говоря с ним лицом к лицу я видел что он действительно ничего не помнит все мои вопросы про то что он там видел были полностью бессмысленны я еще периодически видел стоящего у соседских домов горбушку видел как он иногда оставляет свои маленькие метки и постоянно куда-то бежит он всегда приходил днем и обходил все дома в нашем районе и как-то незаметно по мере моего взросления я перестал замечать его конечно если я видел его то здоровался с ним но за последующие примерно лет пять до моего 16-летия я не смог вспомнить ничего где бы мог фигурировать горбушка тут и начнется самая грустная часть этой истории когда мне стукнуло 16 лет я уже редко гулял в своем дворе большую часть времени с друзьями мы проводили где-то на самодельных беседках где резались в карты пили пиво и замолаживали знакомых девчонок и вот в середине очередного такого дня я шел домой переодеться чтобы быть на вечер в более модном прогулочном прикиде повернул свой двор и услышал кучу хаотических криков казалось весь двор собрался вокруг одной лавочки подойдя туда я увидел лежащего на ней грязного и окровавленного мелкого пацана соседнего подъезда рядом с ним стояли два его мелких и очень напуганных приятеля также с моего дома позади них возвышался горбушка весь в следах крови и пыли все что-то орали оживленно спорили затем выбежала мамаша пострадавшего пацана их семейка жила в нашем доме не очень давно может два или три года меня с детства негласно приучили со всеми здороваться кого бы я не видел из соседей и на моей памяти это были первые люди которые не здоровались в ответ они занимались шмоточным бизнесом возили вещи из турции имели какие-то точки на рынке попутно отец этого пацана был кем-то при пенсионном фонде его семья была богатой пацан же был откровенно наглым мелким мажором в момент когда выбежавшая мамаша увидела своего лежащего без сознания кровавленного сынишку мне еще там стало ясно что дальше будет все только хуже будут виноваты все кто это сделал отошли все от него я спрашиваю кто это сделал а кричала она впав в ярость от увиденного это ты сделал тварь ты сделал не думая разбираться в ситуации она махая руками кинулась на прибывающего в оцепенении горбушку стоящий рядом соседи кое-как разняли их запинающийся горбушка что-то тихо проговаривая себе под нос начал убегать ловите его вызовите милицию в тот день я понял грядет что-то нехорошее и она только начинается когда пострадавшего пацана унесли домой и люди стали ворку и медленно расходиться по домам я дернул двух его друзей спросил что же случилось они мялись каждый все повторял мол не знаю для них я уже был вроде как старшаком поэтому немного послушав их сказал что если они мне не расскажут правду то будут битые оба тогда они мне и рассказали что случилось в тот день маленький мажорчик страдал одной особой забавой он любил снимать горбушку на телефон любил снимать как он кидает в него зеленые абрикосы и камни любил чтобы снимали как он подбегает и дает ему подсрачник или подзатыльник как он бегал за ним и обливал его двухлитровой фантой материала там было предостаточно в основном всякие мелкие ублюдочные издевательства плевки и матюки оказывается эти так называемые забавы длились уже второе лето подряд и никто из нашего двора или местных взрослых про это не знал малые вечно заставали его где-то в безлюдных местах гаражах заросших посадках в тупике дворов и заброшках сегодня не так же как и раньше гнались за горбушкой снимали на телефон как он убегал от них кидали в него мелкие камни и потом попали на территорию одного разрушенного здания где были горы кирпичей непроходимые кусты по описанию рассказывающих мне это пацанов в моем уме сразу всплыло то здание где мы когда-то застали горбушку который что-то оживленно рассказывал неведомому собеседнику затем они рассказали как побежали за ним в подвал и загнали его в угол как горбушка закрывал своим телом странную сделанную из камней и мусора стену они описывали горящие там свечи а мне даже не нужно было это представлять я видел все перед своими глазами как тогда когда мы были там видел как там был кто-то еще с которого сыпались струйки пыли маленький разодоренный мажорчик увидев горбушкин алтарь сразу опалоумел он рушил все пока последний камень не свалился на землю тогда это и случилось один за другим на мелкого морального уродца стали падать куски штукатурки с потолка горбушка пытался закрыть его собой но было уже поздно мелкий уже лежал без сознания в попыхах горбушка отрыл его взял на руки и со всех ног побежал к нам во двор это все что рассказали мне те два пацана а то что случилось далее не оставило равнодушным никого в нашей округе и люди разделились на две стороны мелкий изверг пришел в себя уже на следующий день он так боялся что его могут наказать за то что он гулял там где ему не разрешают что стал рассказывать своей мамаши что горбушка схватил его за руку и затащил в подвал что он хотел его убить что он на самом деле маньяк помню как разъярённая мамаша вместе с районом участковым показательно шли вниз по улице в сторону горбушкиного дома как туда приехал папаша пострадавшего в кавычках ублюдка и очень наигранно орал под окнами у горбушки помню как в нах едва кочнула шторка после чего на улицу вышла его замученная пожилая мать как сейчас вижу как мамаша мажорчик отрепала ее за одежду пока ее нависший над участковым муженек кричал про свои большие связи вдоволь поиздевавшись над бедной женщиной они развернулись и стали уходить признаться меня в то время эта ситуация сильно задела я знал что горбушка точно не такой что это один из самых безобидных людей что я видел за свою жизнь думая про все случившееся я вдруг вспомнил про знаки что рисовал раньше горбушка вернувшись к своему дому я стал обходить дом по периметру совсем скоро я нашел маленький аптечный плюсик было понятно почему мелкий ублюдок так быстро стал идти на поправку даже после всего случившегося горбушка помог ему хотя они издевались над ним годами это немного повергло мне в шок мне хотелось справедливости и я вновь пошел к тем пацанам чтоб найти и скинуть те видео где они издевались над горбушкой себе на телефон и показать это соседям но к сожалению что один что второй пацан были наказаны за первым было бы заходить домой как минимум странно я не знал его родители даже заочно а у второго был довольно свойский батя которого я застал курящему подъезда ему я и рассказал все что знал про это на что услышал я бы не связывался с его родителями у них большие связи в исполкоме после этого я еще пару дней пытался найти те видео старался найти хоть кого-то на районе у кого они могли быть на телефоне но намного быстрее меня нашел папаша мелкого мажора утром я как обычно выносил мусор и выйдя из подъезда почувствовал на своем плече тяжелую руку здорово как дела тон был очень недружественный хотя и старался звучать таковым говорят ты тут ходишь видики ищешь всякие на слове видики объятья с плеча сползло на шею так вот слушай сюда если я еще раз хоть где-то услышу что ты суешь свой пятак куда не надо будет беда ты понял уже откровенно душа и немного оторвав меня от земли процедил он я спрашиваю ты понял здравствуйте очень веселым голосом проговорил он и отпустил меня на встречу нам шла соседка с дома он словно меня вообще не было переключился на нее и стал жизнерадостно вести с ней беседу тогда я ничего не ответил ему сильно испугался когда потом спустя время видел его во дворе старался не смотреть в его сторону свои попытки добиться справедливости я бросил в тот же день тут горбушкина жизнь превратилась в настоящий ад сейчас есть такие модные термины и слова как отменить буллите так далее но я скажу простым языком ему сломали жизнь окончательно и я был наблюдателем этого долгого и отвратительного процесса началось все с того что ему перестали продавать продукты в одном нашем местном магазине продавщицы с порога кричали ему пошел вон отсюда педофил конченый затем ему перестали продавать продукты в еще одном магазине теперь чтобы что-то купить даже буханку хлеба ему нужно было полгорода проехать на автобусе в сторону рынка и уже там делать покупки к тому времени его пожилая мать уже была на той стадии где начинался переход в неходящее состояние ей постоянно были нужны лекарства аптеки также не обслуживали горбушку аптекарши делали вид что не замечают его смотрели куда-то в другую сторону если сначала горбушки удавалось ездить в другую часть города и там что-либо покупать то вскоре мамаша мажорчика и там успела раздать свои распечатанные объявления внимание маньяк педофил и фото горбушки одно время эти объявления висели и у нас на районе но я всегда срывал их выбрасывал как это делали почти все мои знакомые в нашем доме все-таки большинство людей не верила в историю семейки ублюдка и относились горбушки нормально но другие люди не были так рассудительны теперь если они видели горбушку где-то на улице возле их дома они матом прогоняли его он больше не слушал дома соседей больше не ставил им свои знаки он всегда приходил днем когда светило солнце но когда он перестал приходить днем его сменил кто-то приходящий ночью его я видел всего пару раз со своего окна стоящим все там же возле домов напротив сначала мне показалось что это горбушка но присмотревшись я понял что это не может быть он силуэт был слишком длинным и худым но одновременно с этим сгорбленным он прислонялся всем своим телом к домам соседей и слушал их пока с него что-то падало и сыпалась затем он шел к другим домам где было намного меньше света у подъездов и там он исчезал в тени последнее что я помню перед тем как горбушка переехал со своей матерью это то что он несколько месяцев питался из мусорников и практически не выходил из дома затем в один день они просто уехали тихо продав свою квартиру с того дня я больше никогда не видел горбушку и понятия не имею о его судьбе я даже не помню точный год их отъезда если признаться не уверен жив ли он вообще мне кажется я сейчас даже не найду и пяти человек из моего старого круга общения которые бы помнили его все это было настолько давно что при попытке вспомнить отдает каким-то сновидческим сюрреализмом я бы и сам охотно поверил что все это было странным мимикрировавшим под воспоминания сном да вот только вчера увидел кое-что жуткое возвращался от нотариуса домой шел через внешнюю улицу своего дома поворачивал за угол во двор и заметил маленький знак на кирпичике такие неумело нарисованные мелком весы классическая чаша весов это и была та точка с которой все и началось то что сподвигло меня сесть и написать все это после того как я пришел домой собрался с мыслями мне стало интересно есть ли подобные знаки на других домах весь остаток дня я как сумасшедший ходил по округе и осматривал их те знаки что я обнаружил повергли меня в состояние ужаса гроб крест петля спичка нож человек с отрезанными ногами лицо зачеркнутыми глазами зуб слова смерть слова боль слова ужас это были такие же нарисованные мелом маленькие знаки как те что когда-то рисовал горбушка только теперь они имели гораздо более пугающее содержание страшнее было от того что я знал их оставляет не горбушка у себя дома как в детстве я сидел у окна только теперь уже вечером также смотрел на соседские дома и ждал то неестественная фигура которую я когда-то видел всего пару раз приходила каждый вечер и прикладывалась ухом к дому слушала а затем шла к другим домам на утро там были очередные пугающие метки мне захотелось сфотографировать одну из них и в момент когда я только начал направлять телефон на стену позади меня окликнул грубый женский голос эй ты чё там делаешь а пошел вон отсюда без каких-либо прелюдий она плюнула на свою ладони и стала стирать со стены нарисованную мелом виселицу извините я просто хотел сфотографировать не надо ничего тут фотографировать иди отсюда такая реакция меня слегка удивила я пошел к другому дому найдя там маленький нарисованный нож я вновь хотел его сфоткать и снова наткнулся на очередного жильца только уже более сдержанного здравствуйте а для чего вы фотографируете поинтересовался вышедший из подъезда дедок на фоне гнавшей меня оголтелой тетки дед выглядел вершиной рассудительности и спокойствия и я рассказал ему про знаки и то какими они были раньше он слушал меня молча затем посмотрел так словно пытается меня вспомнить после чего стал рассказывать то что происходило последние десять лет в нашей округе с его слов люди стали без причины умирать в нашем районе часто вешаться резать вены прыгать из окон кто-то орал по ночам кто-то забивался внутри досками все это начало происходить больше десяти лет назад слушая его я понимал что все это начало происходить после того как уехал горбушка на мой вопрос про знаки на стене дома он рассмеялся мы стираем их каждый день но это не всегда помогает он все равно слушает наши дома он всегда все знает сказал он и улыбнулся я дико извиняюсь а кто он услышав мой вопрос его лицо стало еще более неестественно веселым может я а может ты сказал он и стал уже без эмоций смотреть мне в глаза на секунду мне показалось что передо мной стоит очень реалистичная чучело деда с которым я от скуки веду наигранную беседу я смотрел в его глаза и видел что в них лишь кукольная пустота мягкая покрытая пеленой темнота был белый день но чувство тревоги заставило меня пятиться и стараться не упускать из виду зависшего деда я так и ушел не увидев момента когда дед пришел в себя и стал двигаться дома одержимый чувством жути я смотрел в окно тот дом где у меня недавно была неприятная встреча с дедом был частично виден того деда я не увидел но увидел кое-что другое заставившая мой мозг не менее судорожно работать увидел как из дорогого черного лексуса выходит высокая фигура сначала мне показалось что это батя того мажорного садиста который когда-то заварил все это и лишь присмотревшись до меня дошло это мелкий ублюдок уже взрослый солидно одетый на дорогой тачке в роскошной одежде он припарковал ее вместе которые мы использовали в детстве как футбольные ворота там где обычно соседи выбивали ковры после чего шагая таким шагом словно все вокруг грязь он быстро прошел в свой подъезд увидев его я испытал нечто вроде дежавю и одномоментного складывания всех кусочков пазла воедино весы на нашем доме были нарисованы весы правосудие он хочет получить свое он хочет не просто взять он хочет добиться справедливости остаток вечера я провел в поисках любой информации про выросшего ублюдка теперь это был не просто маленький мажор теперь это был человек только по имени отчеству депутат одного из районов города я вдруг начал вспоминать все те долетавшие до меня годами истории про него которые были мне не важны из-за того что я окончательно забыл свой родной город как он изнасиловав очередную бедную девушку давлением своих родителей заставлял ее забрать заявление из полиции как они пьяные ездили на машине и врезались в едущего по правилам таксиста водитель стал инвалидом а это происшествие даже не получила уголовного дела в своем контакте он красовался на разных мероприятиях везде все тот же взгляд в котором застыли слова мне ничего не будет признаюсь план того как добиться справедливости у меня созрел почти сразу будто этот план был всегда где-то в недрах моей головы я знал что нужно заманить его в то здание куда раньше ходил горбушка также я понимал что оттуда ему уже не спастись но между этими двумя точками в моей голове была пропасть мысленно я не понимал как их соединить чтобы ублюдок из точки а попал в точку б где закончится его история ответом на мой вопрос словно божественное вмешательство стала статья про воров автомобильных номеров что снимают номера с машины где-то их прячут после чего за выкуп называют места их нахождения опасаясь что если потом его кто-то будет искать и менты начнут пробивать мобильную сетку я оставил свой телефон дома и вышел на улицу примерно обрисовав в голове план действий я пошел на местный рынок и купил довольно дешевый бушный старики смартфон у торгующих всем подряд людей на том же рынке я купил павербанк чтобы потом включить телефон затем приобрел стартовый пакет и активировал его после чего оттуда сразу пошел в сторону заброшки куда раньше ходил горбушка там у входа в подвал я спрятал замотанный в пакет купленный телефон и для надежности накрыл его парой кирпичей придя домой я записал контактный номер ублюдка найдены в интернете и как на иголках стал ждать следующий день это наверное была самая долгая ночь в моей жизни от скуки как в детстве я все так же сидел у окна смотрел на дома соседей наблюдал за тем как в редких светящихся окнах гаснет свет затем как стоящие у стены фигура слушает дом как медленно идет к другому исчезает в темноте когда часы перевалили за пять утра я вышел на свое первое и последнее в жизни дело мне повезло что в этих новых машинах номера на магнитах отсоединив их без проблем я перебежками двинулся в сторону заброшки там я быстро достал спрятанный телефон подсоединил к нему пауэрбанк включил и сделал пару фото затем ввел телефонный номер ублюдка и отправил ему фотографии после чего отправил извительное сообщение где предложил их собрать в знакомом ему месте и далее описание того дня и подвала где он кидался на горбушку сообщение тут же помечались как прочитанные ублюдок принесла сразу звонить по этому номеру последнее что я написал ему было у тебя есть 15 минут после чего отсоединил батарею достал симку сломал ее и разбросал кусочки в разные стороны перед уходом я взял номера и кинул в черноту подвала долетев до земли они зазвенели ударившиеся валяющиеся обломки кирпичей еще секунду я видел их после чего что-то большое похожая на конечность стала тянуть их к себе в глубь подвала в темноту отбежав на приличное расстояние я засел в кустах и стал ждать ублюдок не шел он бежал звенел не то мелочью в карманах не то ключами от дома сидя в кустах я видел как он разъяренно сопит как он идет убивать растопырив свои худые руки в стороны как на секунду встав дверях подвала он достал телефон и включил фонарик после чего шагнул туда он исчез буквально на минуту и мне уже начало казаться что ничего не произойдет как из подвала стали доноситься ужасающие звуки у блюдо коралл выл и ревел от боли я боялся даже представить что с ним происходит вжав голову в плечи я стал уходить в пути я выкинул остатки телефона в открытый люк предварительно хорошенько протерев его от отпечатков его крик еще долго преследовал меня практически до самого дома я продолжал слышать его и спустя неделю особенно когда ходил мимо соседних домов в их близости мои уши начали улавливать легкую вибрацию тогда я прикладывался к стене ухом и начинал слушать как ублюдок продолжает орать и где-то в глубине души я осознаю что он так будет орать вечно после этого на соседских домах перестали появляться знаки мне кажется с того дня впервые за все время за эти долгие двенадцать лет в нашем районе все сдвинулось с мертвой точки и жизнь продолжилась продав квартиру я наконец покинул свой родной город оставив прошлое уже окончательно ну что ж вот такая вот довольно интересная история как по мне надеюсь история понравилась и вам обязательно пишите мнение об истории в комментариях спасибо всем тем кто слушал спасибо автору истории подписывайтесь на канал если этого еще не сделали ставьте лайки или дизлайки пишите комментарии приходите на стримы но желающие поддержать материально увидят все ссылки в описании ну а на этом у меня все с вами был канал зов извне всего вам хорошего и обязательно еще увидимся